Я даже ради этого полетел еще раз, чтобы вырастить томатофель в космосе. Пшеницу мы выращивали, тоже очень интересно. За плечами этого человека три космических экспедиции, научные открытия и долгие годы упорного труда. Сергей Волков первый в мире космонавт во втором поколении. Его отец Александр – герой Советского Союза. Из-за этого на Сергея всегда лежала особая ответственность. Их часто сравнивали, и поэтому приходилось доказывать свою компетентность усиленно. Но, по словам космонавта, это того стоило. Ощущение полезности для страны, потому что все эксперименты, которые ты делаешь, ты делаешь для того, чтобы потом это применялись знания в народном хозяйстве, для разработки каких-то вакцин, для разработки каких-то методик, опять же, для лечения людей на земле. Не на земле Сергей провел больше 500 дней. К каждой экспедиции готовился много месяцев. Это не так-то просто, особенно поначалу. В космосе Волков занимался научными разработками. Например, совместно с японскими коллегами на борту корабля вырастили гриб. О космосе он пришел рассказать в технический университет. Многие же в детстве мечтали, мальчики, быть космонавтом и полицейским. И тут интересно, кем хотел стать Сергей Александрович. Каково это вообще быть в космосе? Что самое страшное было в космосе? Это интересно узнать человека, который там побывал. Очень интересный факт меня сделал, что 4 года прожил в Техасе. Потому что совместная подготовка и все в таком духе. Это очень интересно. То есть две великие державы вместе, объединенные, стремились к одной цели. Любопытно, но сам Сергей сейчас работает на угледобывающем предприятии. И там пригодились его познания. Подрастающим поколениям герой России рассказывал, до чего могут довести науки, пусть и технические. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...